МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я больше не могу, не могу больше, ноги подкажем. Скоро будем дома. Скоро. Полный царицы наш видит. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот здесь, здесь вот мы с товарищем Сталином в восемнадцатом году белых пили. Где? Вот здесь. Ох. Руку, товарищ. Смело, товарищ. Завтра Новый год. О-о-о-о. Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э! Ой-ой-ой! Эй, Петров! Бежать решишь? Звввв! Вот тебе за коммунию, проклятый! Так со всеми вами расправу сделаем. Папа? 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 Папа! Мама! Мама! Здравствуй, Михайловна! Здравствуйте, Карл Иванович! Кто задумал нас, Михайловна? Хозяин с дочкой поджидаю, Карл Иванович. Ах, супруга! Давно не видал Стефана Евдокимовича. Привет ему передай. Непманы проклятые жить не дают, шкуродеры. А вот зажигалки кому зажигалки дешево продам. Кому зажигалки начал трясти домой и нести. Кому? О, Варварушка, сестрица, давай подмогну, что ли. Купцом заделался, Иванович. Ну, а что поделаешь? Завод стоит у глянета. Новым годом. Да не до новых годов мне нынче. Что так? Степана не дождусь, третий день. О. И Олюшка с ним. А где Степан-то? Да по земельным делам послан в район. Ну? Кулак сильно озарует. Ну что ж ты, своего супруга не знаешь, что ли? Пока полный социализм население утвердит, нечто вернется. Вот девчонку-то зря с собой взял. Давай подмогну, что ли. Да не надо. Да давай. Сашка-то дома? Дома. Ага. Не пойду. Только ругаться с ним буду. Чего вы не поделили? И в кого это уродился, такой интеллигент? Дожди ж ты, не кричи. И так неприятностей у него много. Устал человек без работы. Да, нашему брату без работы трудно. Мама? Мама, это ты? Я сынок. А кто с тобой? Дядя Иван пришел. Ага. Здорово, премианник. Здорово, дядя Иван. Давно не виделись. А ты что ж, Саш? Опять за свои чертежи сел? Может быть, когда-нибудь пригодятся? Да. На бумаге-то у тебя красиво получается. Все рисуешь, да на стены вешаешь. Выходит, и учить у тебя незачем было. Получай. Мозглор. Здравствуйте. Давно не видалец. А что же прикажешь делать? Болтать вместе с вами. Я человек беспортийный, мне это ни к чему. А стены украшать к чему? Что же мне дело? Довели Россию, черт знает до чего. И кричат демократия, диалектика, индустрия. Какая у вас там индустрия? У вас одна индустрия болтовня. Ох, готово. Получай свою индустрию, Варвара. Это чего я? Саша! Саш! Сергей опять с Анатолием Липским схватился. Это с каким Липским? Который на обеде в газетах писал, что ли? Дать ему, стервецу, пуху! Дать! Анатолий Иванович, поперёж! Давай, давай! Анатолий! Что вы сделаете? Анатолий Степанович! Вду! Добой! Мелкота! Тоже мне Троцкий и Бухарин! Подумаешь, делегаты съездок? Вижу, и у вас тут дискуссии. Ну, а чем мы хуже других? Ксенечка, что у них там произошло? Да понимаете, Александр Степанович, Анатолий Иванович утверждает, что дело партийных низов постановлять, а дело ЦК исполнять и поменьше рассуждать. Ну, Серёжа, как вскинется? Да дело не в том, вскинулся я или нет. Но ты, Саша, сам посудишь, что он говорит? Он говорит, что нам суждено унавозить почву только для другого капиталистического общества. И в доказательство знаешь, что привёл? Последнее выступление Троцкого до кем-то. Серёжа, потому что я ссываюсь на его авторитет. А на кого мне прикажешь ссылаться? Да ты ссылайся на Ленина, на Сталина. А ты знаешь, почему ты такой несгибаемый сталинец? Знаешь, почему? Вот, по знакомству. Саша, ты что, с ума сошёл? Чему равен квадрат гипотенузы? Ну, отвечай. А когда произошло крещение Руси? Эх вы, а ещё в политику лезете, судари мои. Рано, голубчики. Чтобы толковать о России, нужно ещё кое-что знать, кроме цитат из газет. Заговорила Россия. А как же! Триста лет молчали и вдруг заговорили. Семечки лузгуют тоннами, слова сыплют вагонами. Слово катится, фабрика валится. Слова раскатывается, завод разваливается. Слово бежит, а работа стоит. Я пойду домой, Александр Степанович. Разве можно тут по-человечески разговаривать? Никуда я вас, Толя, не пущу. Партийная часть не возражает против перемирия между фракциями ввиду наступления Нового года? Принимается единогласно. Что ж ты, Ваш, так задержались, Варвара Михайловна? Да не говори, Ксенечка. Вся душа у меня изболелась. Да, Варвара Михайловна, я вас и не поздравила. Серёжа-то сдался метр на отлично. И вообще все от него в таком восторге, в таком восторге. Ну, и по истории, и по математике. Да, по всем предметам. Вот это праздник. Серёжа, прохвост. Ну, дай я тебя расцелую. Мамочка, поздравляю. Вот это праздник. Ксенечка, а как ваши успехи? Да и я, и Анатолий, все мы. Это только благодаря вам, Александр Степанович. Если бы вы с нами не занимались, не знаю, как бы мы и выскочили. Всегда ты меня обрадуешь. Ксения, сыграла бы ты что-нибудь. Ой, нет, я домой побегу, маму обраду. Нет, нет, никуда мы тебя не будем. Серёжа, ну, 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 что? Это что, твоя ученица, что ли? Моя. Ну, девушка, ну, сыграй, ты-ка. Серёжа, ну, сыграй. Мне не хочется. Ну, классно. Давайте лучше споём все вместе. Споём, верно, верно. Давайте-ка споём, братцы. Эх, русская песня. Она, брат, даже врагов помирить может. А ты чего ж невесёлый? Эй, слушай, знаешь, как говорят, под Новый год кто невесёлый, тот весь год невесёлым будет. Да ну их. Хотел бы поговорить с Анатолием как следует. Да ну уж. Не дали. Ну, вот. Эй, 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 петухи, петухи. Ну, давай, давай споём, давай споём. Мне пить неохота. Ну, давай, давай, ну, запивай, запивай. Ну, давай. Тут война пошла, буржуазная, Огрубел, обозлился народ. И по винтику, по кирпичику Растащили весь этот завод. И по винтику... Песенка многозначительная. Это ж я сам сочинил, что ли? Есть, правда, и такая довольно отсталая песня. Ксеночка. Варвара Михайловна, давно я не видел его таким весёлым. Это он из-за Серёжи. Ради праздника его. А вот с отцом они поют. С родственниками, с воплощадками. С дружок, как стрелаете, Как стрелаете... Саша, да, Саша? Ксения у тебя на два голоса. Хорошо получается. Он задумал... Кто там? Саша, это отец. Оленька. Дочка. Что такое? Отца... Убили. Папа, Стёпка, 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 Стёпка... Варя, слушай, Варя, Варя, письмо, письмо это... Отвези Зома и отдай ему, Ленину, Ленину. Стёпа! Стёпа, Стёпа! 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 Ба... Сделаю, Стёпа. Передам сама. Да пустите меня, милый, мужу у меня кулаки. Да нет его здесь. Да мужу у меня кулаки убили, письмо принесла к Ленину. Горки, ступай, мать, там он. Горки. Что он ей сказал? Что он сказал? В горках, говорит он. Ну как, Владимир Ильич строгий, примет ли? Что ты, простой человек Ленин. Росту вот его. А глаза у него такие ясные, чистые, ласковые. А улыбка такая, что на душе теплее. Как самому себе все рассказывать. Ничего не бойся. Я его в семнадцатом Петрограде бачил. Всего меня я к торбу раскрыл. И чего казать не хотел, все одно казал. Удержаться не мог. Пристальный человек. Я до него большую убыду несу. Все с бедой. Все за подмогой. У меня кулаки мужа убили. Нес письмо к Ленину. Догнали. Вот оно. Письмо. Покажите. Дорогой Владимир Ильич. Страшно назвать имена людей, которые зверствуют над народом. Кулаки по их указу распяли у нас одного бедняка. Ну-ка покажи. Распяли. Это же про меня. Другого объявили сумасшедшим. А? В больницу определили. Это какое место письмо? Это у Азбекистана дело было. Я сам такое дело имел. Погоди, погоди. Читай, читай, читай. Кулаки убивают. Сверхивают над народом. Прогулки прогуливайтесь, шатайтесь по белому свету. Милый, да никуда мы не шатаемся, что ты? Не пили, не ели, едва ноги несут. К Владимиру Ильичу мы. К Ленину? Да. Нет, нет его. Нету. Что ты выдумал, гад проклятый? А, сейтан, убью. Мама, что это? Что он сказал? Молчи, дочка, молчи. Как же так? Как же так, чтоб его не было? А, сейтан, убью. КОНЕЦ Эй, куда? Да. Кончилась Великая Эпоха. Все надо теперь пересмотреть заново. Кончилась Великая Эпоха. Нет, нет, не пишите. Вы зайдите через час, некролог будет готов. Хорошо, товарищ Бухарин. Мы соберемся с мыслями, переговорим кое с кем через час-два. Я зайду к вам, товарищ Камбин. Теперь Бухарин с Каменевым и все Ижи с ними начнут кричать «Умер Ленин! Нет больше Ленина!» И будут пытаться раскалывать партию. Да, попробуют продавать страну оптами и розницу. А получаться, конечно, прежде всего на Сталина. А кто позволит? Сталина партия знает не с вчерашнего дня. Сплотить вокруг ЦК Вселенской силой без этого развала. Правильно. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова А вот, видите, паломничество десятков и сотен трудящихся. Пройдет некоторое время, и вы увидите паломничество к товарищу Ленину, представителей десятков и сотен миллионов трудящихся. А как же с некрологом? Если очень необходимо, напечатайте мою статью, написанную ко дню его пятидесятилетия. Такие люди, как Ленин, не умирают. Он жив и будет вечно жить среди нас. Ленина мы никому не отдадим и завещанные им никому не уступим. Субтитры создавал DimaTorzok Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам всеми силами укреплять союз рабочих и крестьян. Дадим клятву, что мы с честью выполним эту его заповедь. Это Сталин клятву дает. Мы тоже дадим. Клятву дают. Клянусь. Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам держать высоко и хранить в чистоте великое звание члена партии. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью выполним эту твою заповедь. Клянемся. Клянемся. Русские и украинцы, башкиры и белорусы, грузины и азербайджанцы, армяне и дагестанцы, клятва да, джизнатда, не знаю сам, есть сила, нет силы. Избавляйте нашу республику совету от поздних и вылазок врагов рабочего класса своей беззоветной преданностью к республике Совета. Ты да я да все с нами, тебе и упасть некуда. Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам укреплять и расширять Союз Республик. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью выполним и эту твою заповедь. Клянемся. Клянемся. Жизнь отдаю. Ленин неустанно указывал нам, что укрепление Красной Армии и улучшение ее состояния является одной из важнейших задач нашей партии. Поклянемся же, товарищи, что мы не пощадим сил для того, чтобы укрепить нашу Красную Армию, наш Красный Флот. Клянемся. Клянемся. Ложь и клевета с поустой буржуазной печати неизменно падали на голову нашей партии на протяжении четверти века. Громадным утесом стоит наша страна, окруженная океаном буржуазных государств. Волны за волнами катятся на нее, грозя затопить и размыть. А утес все держится непоколебимо. В чем ее сила? Не только в том, что наша страна держится на союзе рабочих и крестьян, что она олицетворяет союз свободных национальностей, что ее защищает подучая рука Красной Армии и Красного Флота. Сила нашей страны. Ее крепость, ее прочность состоит в том, что она имеет глубокое сочувствие и нерушимую поддержку в сердцах рабочих и крестьян всего мира. КОНЕЦ Рабочие и крестьяне всего мира хотят сохранить Республику Советов, так стрелу, пущенную верной рукой товарища Ленина, встану в работу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Эй ты, техника, давай подвезу, подвезу. О-о-о-о-о-о-о-о. КОНЕЦ Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! Здравствуйте, товарищи! Что же это получается, товарищи? Хотели вас порадовать трактором, а вы его сами нам подвезли. Одно маленькое слово хочу сказать, товарищ Сталин. Ты наш Левин. Какую гору имею, тебе несу. Какую радость имею, тоже тебе несу. Вот такое слово. Хановский холопок такой красивый не был. А наш пролитарский холопок, два раза его красиво. А ему воды нету. Орек сама не пойдет. Его руками сделать надо. Китмен надо, китмен сделает, железо надо. А железа у нас нету. До сих пор не поняли, что в основе всего металл. Ну, конечно, свечи. Зашевелился кулак, товарищ Сталин. Вот, глядите, руки мои. Вот, вот. Распят был? Ногу прострелили, отнять пришлось. Ну, наши и говорят. Валяй, Сёмка. Ты, человек ломанный. Тебе все одно не мужиковать. С одной ногой, дискать, не хозяин. Валяй, проясни дело. Ну, а я что ж... Ну, и прояснили. А как же? Как я вас услыхал, товарищ Сталин. Мандат в руку и голосовал. Жив Ленин. Теперь вернусь домой. Доклад сделаю. И в пастухи. Да, конечно, и пастухи тоже нужны. Но, с моей точки зрения, вам бы председателе сельсовета надо идти. Да куда уж мне, товарищ Сталин, с одной ногой не хозяевать. А разве в сельском хозяйстве только ноги нужны? Народная поговорка учит. Главное, береги голову. Её потеряешь, навеки калекой и останешься. Не дают иной раз головой работать, товарищ Сталин. ЦК докладывает, что всё хорошо. А на самом деле извращают ленинизм. А вы откуда такой философ? Из Кутаисии, товарищ Сталин. По какому делу в Москве? Письмо привёз в ЦК. Партийные дворяне замучили. Жить прямо не дают. Как? Партийные дворяне? Здорово они окрестили наших именитых. Да. Чем на такую чепуху тратить время, уж лучше покупать в Америке. Здравствуйте, товарищ Бухарин. И дешевле и быстрее, да и качество крепче. Хоть плохо, да своё. А какая не скажете ли вы мне разница между чужим и своим плохим? Да ведь своё отечественное надо начинать. Товарищ Ленин мечтал о ста тысячах тракторов на наших полях. Да, машина ещё слабовата. Но зато хоть голос подаёт. И за это спасибо. Не сразу всё делается. С той техникой, что у нас в руках и такую машину едва собрали. Ха-ха-ха. А значит ли это, что мы должны опускать руки? Создадим техническую базу и начнём строить прекрасные машины. Машины, которые сами будут делать хорошие машины. Это вы, Варвара Михайловна? Я. Вот она. Нашлась, конечно. Ага. Но раньше надо расчистить дорогу для строения. Не разбив оппозиции, нельзя добиться превращения нынешней России в Россию социалистическую. Письмо вашего мужа оказало неотенимую услугу нашей партии. Я помню его во время обороны Царицына. Отличный был коммунист. ЦК уже дал указание о производстве следствия по делу об убийстве Степана Петрова. Это выстрел в партию, имейте ввиду. Народ в Царицыне требует суда. Народ? Народ судит. Значит, мне надо быть. Идет трактор по Красной площади, маленький, слабый, еле ползет. Гайки на ходу теряет. И многие тогда говорили, что этот трактор конец всей затеи. Сталин сказал, что это маленькое начало великого дела. Заводы теперь будем строить. Ну, так что же в конце концов решено? Ну, заводы, а потом... Дело не только в заводах. Мы начинаем плановое строительство. Плановое. Да ты послушай, что Сергей-то говорит. Строиться начинаем. Мы очень занятным. В ближайшие годы до двадцати тысяч тракторов. Так что ли? Да, да. Нет, погодите, погодите. Вы сами-то понимаете, что такое машина? Это, во-первых, рудники, шахты, заводы, которых кот наплакал. Это, во-вторых, культура, труда, которой тоже пока что не видно. Без металла, без инженеров, без опытных рабочих. На пустом месте вы хотите в ближайшие годы построить передовую промышленность? И построим. Это же прожекторство. Это же лозунги они делают. Вот ты всегда так, Александр. Честное слово. Как лоскутный одеяло, ей-богу, весь из лоскуточков. В Москве, брат, виднее. Да, Англия. Америка потратили сотни лет на создание передовой промышленности. Ну? А вы все хотите это за годы, за десятилетия? Ну и шо, что Англия? Англия. Англичане действительно народ серьезный. А мы русский ловчей. У нас рука легкая. Ей мозговая косточка есть. Сама рука песни поет. Так что ли? Да. Что это? Мама плачет. Не могу я слышать, когда мама плачет. Самому плакать хочется. Оля. Оля, успокой маму. Можете выплачивать. Степа. Ах, трудно мне. Трудно мне. Трудно мне без тебя. Жить бы тебе, да жить. Одна ведь я им деть. И отец, и мать. Не надо, не надо, мама. Ты что, Заженька, устал? Не понимаю, мама, не понимаю. Ведь это же не жизнь, а сплошной митинг. Да ты что? Что ты говоришь? Ты опомнись. Все честные люди в партию пошли. К Сталину. А ты? Ну, не надо, мама, не надо. Да ты ошалел. Растили тебя. Растили на последние гроши. А дурманинный какой. А ты большого ума заговариваться стал. Мама. Мама, я хочу работы. Большой. Трудной. Чтоб некогда было оглянуться, некогда вздохнуть. Ну, надоело. 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 Надоело рисовать и на стены вешать. Не торвешь, что надо. Ты за душу схвати, дорвани ее покруче. До крови. Такие люди, как ты, Саша, сейчас, ох, как нужные будут. Ты пойми, милый, в родном нашем Сталинграде начинаем. А так, дядя Иван, куром на смех. Где? На этих бахчах? Вот на этом болоте? Именно здесь и начните. Места много. От этого берега Волги до Мамаева-ургана все придется занять. Вон там хорошие парки разбейте. А здесь жилые дома постройте. Почему именно здесь? Не понимаю. От Ивана Третьего мы всегда на запад. А теперь на восток, на Урал, в тайгу. Ничего не понимаю. Места здесь обширные. О, Волга рядом. Вот тут мы с товарищем Сталином в восемнадцатом году белых били. А до нас не то Стень Каразин, не то Пугачев суд свой вершили над помещиками. Вот и выходит, что место это священное. Священное ты священное. Но надо верить. А может действительно выйдет? Там может быть, Александр Степанович. Здесь никогда. А ну вас. Ох и паскуда ж ты, Анатолий. Это мое мнение. Ты возьми мозги в руки, да и подумай как человек. Что было? Наши вилки из Германии возили нам. Станки из Америки до Англии. Барахлишки из Франции. Ежели побриться и то шведскую бритву завозить, так что ли? Дело это нет, я тебя спрашиваю. Не дело, отвечаю, чтоб за тысячу верт киселя хлебать. Свой кисель и свою кашу есть будем. Поздно, милые, спорить. Работать надо. Взялись помогать Сталину, надо помогать. Верно. Крепость из нашей России сделать надо. Крепость. 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 Саша, а это что? Стена литейного цеха. Вымиряй. Сколько, Сережа? 400 метров, сынчик. 400 метров. С ума сойти. Да что ж ты удивительный? Да ты не отклоняйся, в миле и точнее. Да я не отклоняюсь, в фантазиях все это. Что? Какая фантазия? Какая фантазия, я тебе спрашиваю. Но-но-но, вы меня тут с вашими разговорами не напутаете. Наше дело строить, а не удивляться. Да. Сережа. Да, но они хотят сначала строить ноги, не зная, какой будет живот. А потом строить живот, не зная, какую, посадят на него голову. А это они? Не знаю, наши руководители, что ли. Не нравятся мне ваши разговоры, Липский. А вы что-то быстро перекрашиваете, Александр Степанович. В редиску превращаетесь. Сверху знаете красненькое, а внутри беленькое. Эээ, дурак. Мама! Тамбовцы! Тамбов! За седьмой причал! Послушать, как это место? Талинградский тракторный, милый. Мама, иностранец какой-то. Пожалуйста, где здесь отель-офис? Контора. Конторы нет никакой. Да какая-то там милая контора. Да и все и так, видать. Вон цеха. А там парк. А зачем тебе контора? Я Роджерс, американский корреспондент. Мама, это тот самый американец, о котором Саша говорил? О, да. Как ты делаешь? Масквафи, на 10-м причале! Я хочу знать, что вы показываете гайд, где я должен работать. Провожатор. Чуть я не пойму. Провожатор, пожалуйста, показывать. Показывать? Это с удовольствием. Показывать. Вот тут у нас, значит, цеха. Василий Иванович, нужно подбросить цементу. Тон или две? Две. Сейчас подведем. Поскорее. Позовите Гришу. Хотелю. Скандал на весь мир. Я нью-йорк корреспондент. Я уже сообщал в своей газете, что поныщен уже готов. И наобдруг новый программ, новый проект. Скандал. Вам все у нас кажется странным. Трудно объяснить читателям происходящее. Но мы это сделаем в срок. Какой же скандал на весь мир? Скандал, скандал. Это компромиссис? Мой авторитет, корреспондент. Чего это, американец, хорохорится? Он говорит, что по новому проекту перейти от 20 тысяч структоров к 40 тысячному плану, нужно построить новый фундамент или поднять его. Ну что ж, он верно говорит. Тоже захотели. Аппетит появился на 40 тысяч. Не, брат, из этого дела ничего не выйдет. Не, 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 не. Это решение партии. Ну? Ну? Его товарищ Сталин подписал. А-а-а. Товарищ Сталин подписал. Ну, тогда... Тогда пойдет. Выйдет. О, мистер Анатмилов. Гляди-ка, бежит Америка. Вот черт тоже ты, как нашим делом завлекся. Будто советской. Не, он ничего, мужик. Деловода. И водку пьет подходящая. Мистер Анатмилов. Мистер Анатмилов. Ммм. Слышен. Мистер Анатмилов. Мистер Анатмилов. Клубки. Товарищ Сталин. Выйдет. Мама, пишет, что мы не успеем построить завод срок, а он уже готов. Эх, Роджерс. Узнаешь? Это дядя. Что же ему нос в такой перерисовали? Художественная ретушь. Видали? Видали? А? Во! Во! А, опоздал. В удвоенном размере. А что, ничего? А что, хорошо. А, хочу. Это не ты, а твой нос. Да тише. Вы так смеют, Шелкан. Тш! Ух! Проснулся, Майя. Эй, здорово. Видал? Тю-тю. Ну-ка, дайте мне его. Ах, проснулся. И правильно сделал. Разве можно спать в такую хорошую погоду? Эй! Сынуха маленькая. Петр Александрович, пойдем, я тебе покажу наш завод. Вот куда он, да и Саша. Смотри. А? Это было время, когда мало кто верил, что это может стать реальностью. Петр Александрович, пойдем, я тебе покажу. 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 Здравствуй! Как? Люди есть? Есть. Надежные. Пойдемте сами увидим. Пойдем. А ведь мы скоро наш завод построим, да? Да. И вы уедете к себе в Грузию? Покиньте наш Сталинград. Не знаю. Сколько человеку надо иметь слов для счастья? Всего три слова. Но как трудно их сказать. Да. Что да? Конечно, трудно. Может, поедем на остров? А вы думаете, Георгий, на острове эти слова легче произносятся? Поедемте. Поедем. Что-то случилось. Господи. Георгий! Наш цех горит! Поедем! 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 Саша, Саша, Коля, не видал моих! Саша, Серёжа! Саша, Коля, Моненька! Серёжа, Серёжа! 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 А, 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 а! Гулюшка! Бабки, ты! Гури ты, моё гурика! Гулюшка! Дедочка! Гуришка! 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 За каждый шаг свой. Остановить нас хотите? А мы не остановимся. Нипочем теперь не остановимся. Рождались новые гиганты великой советской стройки. Входил в строй первенец первой пятилетки. Рождались новые гиганты. Рождались новые гиганты. Азицевцы на первый автомобиль, а Ярославцы на первый каучук. Да нежели все это спрыскивать? Пьяницей станет. Все дела, черт, то запутать. Ну, ты сам подумай. Тут давать нечего. Доброму человеку горилка никола не складывает. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Еще не отгремяла слава первого пятилетия, а партия уже дала директивы ко второй пятилетке. Вступил в строй Днепрогерс. На Волге, в городе Горьком, вышли первые машины молотовского автозавода. Гигантские заводы Урала-Кузнецкого комбината, возникшие там, где еще вчера шумела тайга, начали давать стране миллионы тонн металла. Мы научились делать машины, казавшиеся недавно мечтой. Шла война за дни, за часы, за минуты. Мы оказались впереди всего мира. Враг пытался нас остановить, но щетно. Успех за успехом. Победа за победой. И труд, ставший делом чести, доблести и геройства, преобразил советского человека. Он почувствовал себя победителем флемня. Большие каналы пролегли по пустыням Средней Азии, превращая в цветущие поля сотни тысяч квадратных километров некогда бесплодных песков. По старому обычаю, надо искупать строителя. Это не я, не я, не я. И не я, и не я. Вот наш строитель. Это была победа великих идей в великой сталинской эпохи. В те мирные дни часто созывал Сталин представителей с мест. Они съезжались в Москву точно на праздник. ПЕСНЯ 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 Смотри, смотри вперёд! Это обязательный рунзай! Возьмите меня! Чего вы меня не берете? Культурный человек на 1000 вёрст видно, который культурный человек свое место держит, чужое место не держит. Отстали человек на один чужое место лезет. Что вы, граждане, не чепляетесь? Вы трамваями, часов... Совесть в карман положили, а? О, Юшу! Здорово! 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 Давно в Москве! Что же я в этом съезде не бачил? Слыхался мало? Конечно, слыхал! Слушай, наверное, скоро война будет, а? Большое предупреждение он нам сделал. Треба прямо посидеть, поблакать! Вот это верно! Конечно надо! Ну, ни один час не имею! Возвчера на один доклад пошёл! Вчера синий птица смотрит, а завтра ещё заседание пойдёт! Вот и дышишь, а! По мхатику! Ну как, понравилось? Ну, как сказать, симпатичный, скользкий, конечно! Ну, немножко продовольственный уклон имеет! Слушай, вот, говорят, сам будет выступать? Да! Идём скорейше! Пойдём, идём! Слушай, смотри, вон Георгиевский зал! Где, где? Вон там, видишь? Вон там, видишь? Смотри, Грязодубова идёт, Стаханов, Стаханов, вон! Куда же это мы с тобой попали, а, маменьки? Мам! Это всё это не сей! Папка! Папка! Я знаю, где Салю живёт! Эх, хулиган-то! Эх, хулиган-то! Эх, заморочи-то на муну! А ты такой, что ли, был? Сел из детства разбойник! Серёжу не видала? Да вот они здесь были! Вон они, мам! Ты родной! Сколько лет тебя не видали! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, Георгий! Здравствуйте! Дядя, дядя, смотри, Папанин! Петя, ну куда ты? Петя! Дядя, дядя, а вы заправочный? Нет, дедка милый, я игрушечный, заводной! Когда как повернёшь, так, и пошёл! Видишь, так? Вот здорово! Как ты попал крепко? Где твоя папа, мама? Вон там! Познакомь меня с папой, мамой своей! Пойдём, дедушка, пойдём! Ну, ваш сын замечательный! Учите его! Старайтесь, помахайте ему в жизни! Он будущий герой! Спасибо вам, что такого сына на свет пустили! Чтоб он был первый поспитывать! Будешь герой! Иван, спасибо! Какие яркие портреты, правда? Кто это нарисовал, а? Репин! Репин! Я тебе уже говорила, Репин! Репин! Сталин! Нам твердили, что рабочий глаз, разрушив буржуазные порядки, не способен построить что-либо новое взамен старого. А мы доказали на деле, что вполне способны не только разрушить старый строй, но и построить новый социалистический. Я думаю, товарищи, что наш народ действительно неплохо поработал и заслужил огромное уважение всего человечества. Усаживайтесь, товарищи, усаживайтесь. Нам сегодня обещали неплохой концерт. Посмотрим, чем нас порадует наши мастера искусства. АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ Это твое здоровье, мать. А кто это? О, это, брат, такая старуха. Это наша мама. Мать народная. Мать народная. Мать народная. Мать народная. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот бедовый черт Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аж совестно мне, ей-богу, но такое горячее желание в ног не удержу Субтитры создавал DimaTorzok Пожалуйста, будьте добры Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 К годам Это к 45 Ну, а ежели бы нам В то такое развитие, как им Это уж Была бы я в один год партия с вами Свободна была Зачем же себе напрасно прорабатывать, Варвара Михайловна Конечно, слух иной раз этого и скажешь Но между нами говоря Да, мы неплохо поработали, и их тоже кое-чему научили. Да жизнь-то им сделали, что говорить. А что я вас спрошу? У меня у старухи всегда так. У людей радость, а у меня тоска. Не было бы горя. Вот говорят, а что, будет война? По всему видно, будет. По всему видно, не менял эти. А, ну и лучше, Иосиф Иссарионович, чтобы при нас она была. Мы народ испытанный. Привыкли из трудностей выходить. Чего только не вынесли. У нас спины крепкие, на наших бы хребтах и отвоеваться. Им тогда полегче придется. Значит, готовиться. Готовиться, Валерий. Готовиться, Валерий. Готовиться, Позанковать. Позанковать. Позанковать до минутку, даже уже позантовать. Какой красивый город Париж. А вы в первый раз здесь? Да. Да, Париж прекрасен. Но что его ждет? Интересно, какой ответ приготовил министр Боне на наше предложение? Пожалуй, опять что-нибудь наврет. Как? Разве он врет? Боне всегда врет. Он врет даже своему домашнему врачу. Тот уже несколько раз отказывался его лечить. Я надеюсь, что господин министр продает, пожалуйста. Париж. 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 Вы неприятный народ. Им обязательно нужно давать на все прямые ответы. Правда им нужна. Вы передайте им, что я не могу их принять, что я занят, что меня вызывает к себе, вы слышали себе, президент. И скажите, что я очень сожалею. О чем, господин министр? Не надо договаривать, Майтулка. Скажите, сожалею, и все. Как вы это скажете? Господин министр весьма сожалеет. Нет, не так. Надо сказать так, чтобы в голосе чувствовалось грусть. Скажите, что господин министр очень сожалеет. О, какая. Господин министр очень сожалеет. Вот так, пожалуй, будет лучше. Вступайте. Мэсси Жанот, ну-ка, повторите, как вы будете говорить? Господин министр весьма, весьма сожалеет. И я так же. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Итак, с сегодняшнего дня мы предоставлены самим себе. Франции, как великой державы, больше нет. Ну что ж, пожалуй, пора забрать чемодан. Пожалуй. Значит, это война? Да, после Мюнхена война стала реальностью. Так, значит, поездка в Англию и в Америку теперь излишна. Англия и Америка скоро будет не до нас. Продолжение следует... Ну вот, Шторлы, надо быстро свертываться. Никаких Америк. То есть как? Нас оставляет один на один с Гитлером. Неужели и Франция? Франция? Вы же знаете, что такое Франция, Бонна и Лавале. Франция, Бонна и Лавале. Франция, Бонна и Лавале. Мсиминистр, прошу отсюда. Вы хотите посадить нас поближе к сцене? А не шумно ли будет? Нисколько, мисиминистр. Там, видите, немножко близко к нацистам. А у окна наши левые. Что-то много у нас развелось с друзьями Гитлера, миссиминисты. Как мух перед дождем. Что-нибудь обязательно случится. Вы, Григоар, я вижу сторонник антигитлеровской коалиции. А, как же иначе? Всякая коалиция против Гитлера — это война. Нес-па? А вы знаете, Григоар, что такое война? Бомбы, миссиминистов. Вот именно. А это нам не подходит. Ах, ма шер Селестин, я иногда думаю, что лучше быть оккупированным Гитлером, чем... Чем большевиками. О, ты хочешь отгадать мои мысли, крошка? Я хочу сказать, что лучше быть оккупированным Гитлером, чем тобой, моя радость. Вот от этой сволочи зависит судьба мира. В 1939 году Франция, преданная своими продажными руководителями, оказалась под сапогом Гитлера. Пал Париж. Гитлеровские орды хлынули в Западную Европу. Фашистские полчища вероломно напали на Советский Союз. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Советство Союза выражает твердую уверенность в том, что все население нашей страны, все рабочие, крестьяне и интеллигенции, мужчины и женщины, отнесутся должным сознанием к своим обязанностям, к своему труду. Весь наш народ теперь должен быть плочен и един... Все уезжают. Вчера у нас 200 человек из цеха ушли добровольцами. На, пригодится. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, племянничек, до свидания. Пороху. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ Да. Грустно как-то. Ты уезжаешь, а я остаюсь... Рано меня в старики записали. Чё-ничё. Вот, увидишь, мой прогноз оправдается. К зиме все кончено. Ну, сынок, где это видно, что война скоро кончалась? Маночка, вы останетесь, я провожусь. Да нет, давай, нет. Ну, Сережа. Сережа. Чего, чего? Давай, давай. Осенью 1941 года немецко-фашистские армии приблизились к Москве, рассчитывая взятие схода. Гитлер уже назвал сроки захвата Москвы. Господа, перед нами Москва. Замечательный день, исторический дат. Алло, алло, Берлин, слушай, мы в Москве, мы в Москве, алло. Алло, Берлин, Берлин, слушай, мы в Москве, алло. Гитланд. Гитлер, Гутни. Гитлер, было в Москве, через востоке. Гитлер, это бергца! Гитлер, голубие! Гитлер, это и армияped. Гитлер, этоaye в Москве. Гитлер, это видослище зефал. Гитлер, это давитет, спасибо. Гитлер. Гитлер по радио всему миру сообщил, что немецкие войска вступили уже в Москву. Там иностранный корреспондент интересуется нашими делами. Примите его. Примите его. Здравствуйте. Примите, мистер Сталин. Пожалуйста. Садитесь, пожалуйста. Я слючу за Советским Союзом, потому что 17 лет. Я видел вашу страну преодолевающей раны гражданской войны и разрухи. Видел также период индустриального роста. Я верил в ваше дело, я боролся за него у себя дома. Но сейчас, не скрою, мне тревожно. Точно. Вы хотите сказать, что сейчас уже не очень верите в наше дело. И как добросовестный врач вы приехали проверить наш пульс. Ну и как? Я всегда говорил с вами очень искренне, мистер Сталин. Вы делаете ошибку, задерживаясь так долго в Москве. Немцы рядом и, больше того, они почти вокруг Москвы. Погода же нелетная. Вам будут предоставлены все возможности вылететь в любой момент. Я говорю о вас, мистер Сталин. По-моему, в этом нет никакой необходимости. Тем более и сейчас, мистер Джонсон. Накануне победы. Каждый раз, когда я говорю с вами, вы задаете мне столько загадок. Очень жаль, что за 17 лет вы не отгадали ни одной. А что же сказать про тех, кто не знает и не любит нашей страны? Москва не будет стана. Клянемся перед Родиной! 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 Москву, 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 Москву. Субтитры создавал DimaTorzok Подерпев поражение под Москвой, Гитлер приказывает фельдмаршалу фан Паулюсу прорваться к Волге и захватить Сталинград. Воспользовавшись отсутствием 2-го фронта, фашистская военщина собрала все резервы под метелку и бросила их к берегам Волги. Третий месяц шло сражение в Сталинграде за каждую улицу, за каждый дом. Третий месяц шло сражение в Сталинграде за каждую улицу, за каждый дом. Третий месяц шло сражение в Сталинграде за каждую улицу, за каждый дом. Редактор сражение в Сталинграде за каждую улицу, за каждую улицу, за каждую улицу, за каждую улицу. Ты что, мама, в Крыму, на пляже? Да мне жарко, сынок, не то что. Слушай, Саш, ну смотри там, не оплошай, дорогой. Тут уж жалеть себя не приходится. Не подведем. Трудно, Саша, трудно. Человек он не военный. Что? Почему не военный? Чего трудного? Под немцем-то еще труднее, а? Выдумало тоже. Не военный. Кто теперь не военный? Все милые обвоевались как следует. И такая стали, мама, что вас не узнать. Вам никого не жаль. Вы какая-то бессердечная, деревянная стали. Да не мы одни. У Филимоновых двое погибло, а у Зуевых четверо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ах! Ткаченко! Ткаченко, включи! Русс, товарища! Парня, держись! Русс! Парня! Парня! Срик, слез! Парня! 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 Крышка, включи! Крышка, включи! Крышка, включи! Карфельдмаршал, цивилий гепанги из тайнынг грибинд. Рекензи Deutsch? Нет. Я тоже говорю по-русски. Русский инженер. Человек старой культуры и самостоятельного образа мыслей. В прошении царицын. Есть люди вас знающие, это есть ваши друзья. Мои друзья не могут быть здесь. Мои друзья там. К чему весь этот бессмысленный энтузиазм покойников? Лишь мертвые, мертвые все до одного. Вы хотели раздробить наше единство и просчитались. Оно монолитно. Вы хотели стать господами и расширить свое жизненное пространство, но в нем вы найдете себе могилу. Вас надо отправить к психиатру Раусс. Вы в могиле, поймите вы и ваша армия. Громадным утесом стоит наша страна. Волны за волнами катятся на нее, грозя затопить и размыть. Никогда! Сашенька, сынок ты мой милый, миллион нас потерей. Не я одна. Бабушка, бабушка, ты чего плачешь? Что ты, петушок? Когда ж ты видал, чтоб я плакал? Снег запорошил всю. Ветрищ. Немцам я вас не отдам. Деточки мои, не бойтесь, не бойтесь. Деваши, сколько? Говори, точно. Костя не лягу, не пущу. Руки гордкие. Ты что, мать, ранена? Нет. Война смерть. Войска Донского фронта подошли к городу. Значит, сегодня Донской фронт и Сталинградский встречаются? Непременно. Да. Сталинград свое дело сделал. Бойцы покрыли себя невыдаемой славой. Фашистские мерзавцы попали в стальную ловушку. А как там танковая армия уволеного гитлеровского стратега Майнштейна? Все еще хочет прорвать кольцо? Да, Иосиф Виссарионович, пытаются. Не щадят своих людей. Усильте нажим и бросок в стель. Доколотите их там. Оборонительный период войны закончился. Отныне мы наступаем. ПОДПИСЫВАЕТ КОНЕЦ Пошли, пошли! Хватит вам гулять! Пойдемте! Пошли, пошли! Не туда! Беду! Бабушка, бабушка, смотри, белый флаг! Бабушка, смотри, сколько много пленных! КОНЕЦ Выстоял, родной мой! КОНЕЦ Спасибо вам, Барбара Михайловна! Спасибо! От имени родины! Как мы думали, Иосиф Васильевич, так по-нашему и вышло! КОНЕЦ Выстояли мы! Клятру свою сдержали! Да! Сдержали! И все потому, что вы, а вместе с вами миллионы советских матерей, вырастили отличных сынов! КОНЕЦ Кровь, политая нашим народом, даст великую жаду! Человечество никогда не сможет забыть того, что наш народ сделал для его освобождения! Под священным знаменем великого Ленина мы полностью выполним все то, что он нам завещал! КОНЕЦ КОНЕЦ